С чего начинается музей? Наверное, с того же, о чем в песне поется. С картинки в твоем букваре, с воспоминаний детства и желания сохранить его и самые дорогие страницы жизни. Это же относится и к жизни города. Краеведческие общества возникли в Мытищах еще в начале 20 века, и, наконец, идея воплотилась. Документ обращения Мытищинского краеведческого общества о создании этого музея. Здесь также фотография первого директора, Семенова Владимира Васильевича. Он был музейщиком по призванию, на него мы все равняемся. Это план работы 1962 года, когда был создан наш музей. И здесь вы можете видеть план такой очень наивный немножко, но важный. С первых лет в музей стали поступать дары от людей. То, что было дорого, как семейные реликвии, что было важным для предприятий той поры. Центральной частью нашей экспозиции является фотография открытия монумента, посвященного работникам Мытищинского электротехнического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Легендарный завод выпускал первые в СССР портативные радиостанции. С их помощью координировала вся партизанская и диверсионная деятельность в тылу врага. За эту работу коллектив завода был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Сегодня орден хранится в музее. Послевоенный период отражен и в творчестве замечательного художника Виктора Попкова. Здесь он изображен на фоне картины «Мезинские вдовы». И многие его работы посвящены периоду после войны, тому сложному, тяжелому, грустному периоду, когда только начинали вспоминать погибших, вспоминать их. Кстати сказать, идея музея как историка художественного сформировалась по инициативе его директора Евгения Андреевича Кольченко. Ведь художественное полотно может очень многое рассказать о своем времени. Мы обращаемся к картине Евгения Андреевича Кольченко «Метичинские ополченцы». Евгений Андреевич, он член Ассоциации художников был, и он определил собрание и направленность нашего музея, историко-художественную. Перенесемся на несколько десятилетий, в космическую эпоху. Она отражена в работах художника Веселова. Это тоже документ своего времени. Его надежд и достижений. А это кресло – замечательного поэта Николая Глазкова. Долгое время он жил и творил в «Метичах», ходил по его улицам. Жизнь продолжается. В дар музею поступают до тысячи в год новых экспонатов. Обо всех рассказать не хватит времени. Их лучше увидеть. «Метичинский историко-художественный музей» отмечает свой рубеж зрелости. И он многое может рассказать потомкам. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Первый. «Метичинский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова